АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Алексеева замечательным художником, у которой трех своих мальчиков, три мальчика и она стала рисовать сразу для мальчика все, и я говорю, так, секундочку давайте туда немедленно девочку, мне говорят ну зачем, книжки одинаковые я говорю, нет, так там появилась Соня, вот старшая сестра, ее, значит, дальше биография будет в следующих передачах передачах, господи, боже мой в следующих книгах развиваться, сейчас уже вторая книжка закончена я просто хотел рассказать в чем смысл книжки, потому что просто так писать детскую книжку я бы конечно не стал, потому что это полный ну, я уже тогда почувствовал бы себя, знаете, Мадонна, знаете, на старости лет там книжки стала детские писать и ездить, я думаю, она все уже нет, здоровья вот, да, значит, но она написана со смыслом, значит, задача этой книги найти мотивацию для ребенка для того, чтобы он делал важные вещи значит, первая важная вещь это уменьшил количество цифрового потребления соответственно, там внутри книги происходит книга вот, внутри книги происходит развитие сюжета, который объясняет ребенку, почему, собственно говоря, это надо тоже почему нужно развивать мозг все показано на таких примерах когда дети эта тетрадка она не стоит вот да, значит и соответственно там все показано на таких вот как бы ситуациях обстоятельствах какие-то образы придумываем которые позволяют вот донести это вторая книга она, например, в большей степени она будет называться как научиться чему угодно она будет рассказывать относительно вот как бы механики сдерживания формирования концентрации внимания сдерживания вот эмоций каких-то раздражений там и так далее вот и все когда ребенок получает эту информацию в таком виде с одной стороны она вся объективно-научная там нету никаких чудес ну вот все, что делает все, что там написано оно плюс-минус соответствует действительной физиологии мозга и я знаю многие родители мне писали значит, что наконец-то вы написали нормальную книгу все понятно вот ну и правда она, в общем в этом смысле корректна с точки зрения нейрофизиологии но вот содержит в себе эти воспитательные такие движки вот поэтому я надеюсь что она будет выполнять эту еще такую психотерапевтическую задачу помогать в воспитании что я хотел сказать в принципе про детей если мы уж про них говорим у меня есть книга счастливый ребенок может быть кто-то ее знает я написал уже давно но сейчас я дописал в нее я ее переработал и плюс написал в нее дополнительные главы я помню я сидел правил эту книгу значит и там все телевизор 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 я вычеркиваю пишу что да ну гаджет и так далее потому что прошло не так много лет на самом деле но жизнь наша абсолютно радикально изменилась мы с вами оказались в эпоху в которую мы в общем никому вообще на самом деле не пожелали жить это эпоха бесконечного токсического воздействия информации на наши войске то есть она реально нас отравляет вот если в природе вы посмотрите что самое главное для животного выжить ну какими средствами это делать едой и размножением они гибнут в этом процессе понимаете информация значит потому что чтобы вы выжили вам нужно есть и не оказаться съеденным и вы должны сидеть что делают животные на полянке вот так в барбекю у них развалились и вот это алло гараж нет они все находятся в постоянном нервно-психическом напряжении они смотрят вокруг да знаменитый рефлекс Павлова что такое они потребляют информацию потому что кто быстрее заметил хищника в этом в зарослях тот выжил кто как бы потреблял информацию не алло тому привет вот и соответственно у нас в мозгу эволюционная настройка жри калории и жри информацию что произошло с цивилизацией в момент когда она получила дешевые калории стал стел это не то слово понимаете но сейчас про оглупило надойдем мы действительно какую книжку мне все время ставят в укор что я не написал как похудеть конечно это вообще просто сверхзадача просто количество просто если вы вдумаетесь в индустрию которая работает над тем чтобы значит скрыть избыточные значит похудеть ходить спортзал в спортзал что ходят они руки помять ну конечно это огромная проблема да просто дешевые калории но тут есть естественные ограничения но вы не можете но вы можете много съесть вы можете очень много есть вы можете много есть долго да но все но в какой-то момент вы останавливаетесь по крайней мере вам надо сделать обратное действие ну то есть ну как бы есть ограничения с информационным потреблением ситуация драматически другая вы можете потреблять информацию всегда когда вы находитесь в сознании и так и происходит сейчас люди просыпаются просыпаются благодаря гаджету они значит этот гаджет с него сразу смотрят значит сразу проверить все соцсети что мессенджер где что пришло кому и дальше последние с кем они прощаются уходя в царство морфея это он же самый и здесь же собственно говоря и это реальная сейчас уже зависимость то есть что такое зависимость мне тут в прямом эфире спросили чем привычки отличаются от зависимости ну вообще все привычки но зависимость это тоже привычка но которая приводит к каким-то для нас вредным последствиям какие вредные последствия цифровой зависимости для взрослых людей это сокращение количества связей между клетками коры головного мозга ну грубо говоря это просто вы забиваете гвоздь в сервер что будет если в сервер забить гвоздь нехорошо вот да это что со взрослыми но самая дикая проблема конечно с детишками потому что мы-то думаем что дети рождаются вот с мозгом как у нас да только он ну видимо ну что-то ну просто руки растут руки же такие же ноги же такие же в целом плюс-минус но мозг рождается предельно дефектной конструкцией во-первых он в 10 раз меньше взрослого чтобы вы понимали при этом нервных клеток там больше чем во взрослом мозгу вопрос как в меньшем может содержаться больше и что же содержится в большем если там меньше содержатся связи то самое белое вещество это собственно говоря эти связи которые нейронные отростки которые соединяют нервные клетки в сети любая наша с вами деятельность вот то что вы сейчас меня видите то что вы сейчас слышите распознаете то что я вам говорю то что вы сидите вот еще что-то вы делаете любое дышите значит все это обусловлено работой соответствующих нейронных сетей и чтобы эти навыки у нас формировались эти нервные сети должны срастись значит когда у вас рождается ребенок он голову держать не может понимаете он руки ноги не знает куда ему деть и понимаете иногда они оказываются совершенно неподобающих до этого местах он просто ими не умеет пользоваться у него должны вырасти нервные связи которые позволят ему схватить там условно улыбнуться как родители ждут улыбку дети же не рождаются веселыми я их понимаю но так после тренировки так сказать это сложно как он ребенок ищет улыбку это не мышцы ищут улыбку это же нейроны внутри головы ищут улыбку и это касается двигательных вещей как пример с улыбкой а теперь представьте что нужно научиться концентрировать внимание например на какой-то деятельности представьте что вам нужно научиться там условно говоря решать какие-то задачи ограничивать свое там вот это хочу хочу и так далее это огромное количество работы которая должна обеспечиваться нейронными связями и сейчас вся нейрофизиология началась в самом начале 2000-х годов она поскольку теперь она может видеть живой работающий мозг раньше мы мозги видели как ну или на как бы совсем вынутые вот они не живые вот или если живые то и человек тоже тут живой ему там тыкают электродиками он там вау-вау производит всякие разные впечатления вот и так создавали карту мозга для того чтобы понять где какие зоны находятся но выяснилось что карта это не главное главное это связи между этими картами вот эти сети которые увлекают в деятельность сразу разные отделы мозга то есть вот вы сейчас на меня смотрите значит у вас зрительная кора работает вы меня слушаете у вас слуховая кора работает вы распознаете речь которые речевые центры работают там и так далее и так далее и так и все это одновоментное действие теперь представьте что-то мы вынимем из этого и вы так раз смотрите и у вас в голове начинает разговаривать курпатов все привет по основной специальности да поэтому наш мозг вот он все эти сети собирает и для этого ему нужно очень много тренироваться в естественных условиях и сейчас мы детей лишаем этих естественных условий мы даем устройства которые способны полностью их внимание зафиксировать и поработить вот и в естественных условиях не формируются те нейронные сети которые нужны для очень важных вещей которые мы даже не замечаем за собой потому что думать например вы вообще замечаете что я сегодня подумал это некоторые так говорят это пугает всегда после этого ждешь что точно что-то пойдет не так да да но вы же не фиксируете у вас процесс идет у вас голова что-то варит дает вам ответ принимаете решение что-то делаете и так далее и что вы знаете как у вас эта нейронная сеть возникла ничего вы не знаете самые важные вещи от нас отказываются скрытые и вот именно они и нарушаются если мы изменяем характер нашего цифрового потребления информационного если его становится очень много я про это подробно рассказывал в чертогах разума да вот и вот это реальная сейчас драма такая что делать меня все не спрашивают ну я как с похуданием лучшая книжка по похуданию как бы звучало хватит жри идти жрать идти работай ну как бы да но это было бы эффективно правильно вот в целом цифровым потреблением та же конструкция да нужно сокращать цифровое потребление но если у вас зависимость у вас же ломка то есть у вас нету телефона вы не знаете а куда себя деть я вот раньше представляю ну сейчас здесь есть кто мои ровесники и старше мы вот были маршрутки появились в какой-то момент а до этого был обычный советский общественный транспорт и вот трамвай мог мой 22 идти например час да и ты мог час стоять на трамвайной остановке ничего не делая вы просто вдумайтесь на секунду да ничего ну то есть ты конечно время от времени потребляешь информацию вот в направлении этого но понятно что там как бы это ненадолго тебя не хватает все равно со землем вот сейчас мы потребляем информацию бесконечно у мозга нет пауз у него нет времени когда он может обработать то что у него нападало у него нет времени для того чтобы обслужить свои собственные интересы потому что у вашего собственного мозга есть куча интересов но вы их сейчас не можете удовлетворить сейчас же главная проблема она что как говорят что я не знаю чего хочу ну чем занят это все а что ты вообще знаешь чтобы чем-то заниматься в этот момент хочешь спросить а и не знает ничего потому что если у мозга действительно есть желание что-то делать он должен кучу по этому поводу поделать работы он должен по этому поводу собрать много информации поварить ее покрутить попредставлять повоображать как он будет это делать как будет происходить и так далее он должен эту работу проделать а когда в какой момент времени если любая пауза заполняется потреблением цифровой но вот это же где эти сделали дорожки делают да вот эти вот специально с подсветкой в городах крупных не слышали чтобы когда вышли читали iphone свой но вот там как бы было понятно что это еще дорога твоя да и мы смеемся но мы же сами люди ездят за рулем вот это все параллельно там и уже не знаю что они делают такие движения иногда с этими телефонами абсолютно вот такая зависимость от этой цифры вот и я конечно как дурак хожу про все рассказываю чувствую себя полным внука мне любят написать он в инстаграме пишет про чтобы не было инстаграма знаете что я думаю у меня много-много букв разных во-первых где еще писать чтобы прочли те кто из него не выходят а второе ну понятно что сейчас мы оказались в конструкции при которой многократное повторение идеи риска там и так далее не срабатывает это должна быть уже социальная практика когда люди встречаются вместе они договаривают что у них в этот момент нету телефон на столах они приходят на работу у них нету этих телефонов на столах я в своих лекциях которые вот читаю всякие там я привожу данные исследований они посчитали вот если у вас телефон просто лежит на столе вы тупее одни с учетом проведены исследования пока оперативная память снижается подвижный интеллект снижается и так далее стоит вам убрать в карман другу мне уже а если мы телефон вот там кстати я вообще блеск шучу я но у меня там все правда это реально исследование показывают что просто физическое присутствие телефона например на 20 процентов мешает концентрации внимания одно только концентрации внимания не говоришь про все остальные показатели просто его физическое присутствие с вами понимаете как вы делаете вот значит и я хожу вот это все рассказываю не понимаю зачем и как и чем-то закончится но вот у нас много таких вот в целом которые этим озабочены и соответственно и цифровая зависимость сейчас войдет в список психических расстройств вот соответственно существа с другой стороны интеллектуальные существа значит уберите у вас других людей вы быстро закукарекаете правда если вас оставите телефоном вы можете этого долго не замечать но если их убрать вы это невозможно мы должны научиться с другими людьми жить в этом обществе где им приходится конкурировать с блогерами вы встречаетесь с другом там я не знаю с родственником и он вступает в невидимую конкуренцию с блогером десятимиллионником потому что он снял опять какой-то ага а вот и ждет пока значит в карте ты скучный а тут весело и мы с вами все постоянно конкурируем сейчас за внимание своих близких за внимание своих друзей за внимание своих сотрудников клиентов кого угодно вот с этим бесконечным цифровым полем знаете на котором есть фигуры которые завладевают наше внимание потому что делают это достаточно талантливый профессионально вот значит первое это то что мы должны социально сохранить ну не важно как дальше как все будет обустраиваться там и так далее но умение социального взаимодействия навыки умение понимать другого человека входить в его положение чувствовать что он почувствовать чтобы он тебя как-то понимал тоже это ну работа который приносит там очень важное ощущение жизни то что когда вокруг вас есть много людей которые вас заинтересованы которых вы заинтересованы у вас нет вопроса про смысл жизни вопрос про смысл жизни попадает появляется вместе с пропаданием людей вот как то только их нету вокруг вас кто базы заинтересованы в ком вы заинтересованы и так далее зачем я живу я могу ради них потому что если вам их дать вы перестанете задавать но умеем ли мы с ними сейчас нормально взаимодействовать не потеряли мы этот навык если у нас кругом одно сплошное цифровое потребление это первый вопрос и второе слушайте мы идем во время которое пугает своей сложностью вот прям все эти системы бесконечные технологические цифровые они дико сложно нет ни одного человека который бы понимал как работает google я даже думаю скажу нет ни одного человека который понимал как одна страница в угла работает понимаете целый отдел сидит который там за одну страницу отвечает понимаете что происходит все стало очень сложно знание диссимунированы они вот у каждого человека по чуть-чуть раньше у вас сломался автомобиль вы пригнали его в гараж там вышел дядя вася и сказал три недели и будет как новенькой сейчас у вас я не знаю что случится с машиной никто не знает просто что-то с ней случилось и угрозу первого у него не это мы все мы отправим его едет вернется ну дайте новую возьмите ну вот почему потому что реально все дико сложно а мы стараемся все более глупыми глупыми и беспечными самодовольными вот такие аж все самореализация какая-то всем нужна работа интересная работа я вот приходите больной и интересно ему с тобой должно быть интересно что ты знаешь что с ним происходит а тебе с ним если тебе становится интересно это явно не в курсе многих вопросов ну согласитесь да вот и поэтому две вещи которые мы можем как мы должны сохранять и над которыми мы должны работать или направленно это наша социальность наше умение общаться с другими людьми взаимодействие поддерживать и так далее и второе это тренировка интеллектуальных навыков потому что эти же не надо думать настало счастливое время когда за вас все подумают все вот у вас есть если вот этот аппарат он подумает за вас все и я вам сам я сам работаю над таким системам чтобы меньше было кому думать почему потому что сейчас все технологии заняты одним вопросом как удержать клиента потому что ему если чуть чуть больше думать он что делает входит понимаете я знаете сколько у меня подписчиков на загадке сейчас посмотрим много а у Бузовой не сравнить понимаете почему потому что там думать не надо вообще там просто берешь и как бы я не понимаю что они делают но явно проще да поэтому конечно и мы должны просто вот быть готовыми к тому чтобы пройти через это вот какой то может быть дискомфорт при учении к себя какой то осмысленные более осознанные целенаправленные деятельности но после того как у вас это случится вы будете получать от этого удовольствие в этом собственно говоря сверхзадача получать удовольствие от того что вы там в голове свои свариваете потому что обычно у вас же вы от своей головы у вас там мусорная жвачка да и вы там чтобы оно замолчало там да вы хотите чтобы оно молчало там да все время оно не может поэтому оно будет или желать вот это все от чего вы в сумаскуете или будет использоваться для решения вами задач то есть оно будет думать вот так что дети это наше все вот но сначала должны быть те кто способен дать им то что им нужно а это здоровые психические родители что это я закончил и буду отвечать на ваши вопросы спасибо вам большое а а первый вопрос здравствуйте ангел Владимирович спасибо за вашу работу очень радостно видеть очень много людей я помню на первых презентациях было гораздо меньше людей очень радует что это увлекает это количество людей а такой вопрос по троице если позволите да у вас есть тестирование где можно определить тип мышления радикал раньше я думал что можно поставить знак равенства но после этого теста у меня возникли какие-то сомнения все таки можно поставить знак равенства между истероидом рефлектором конструктором шизоидом или это немножко относится к мышлению другое к строению мозга и вот если брать смешанные типы то если там у конструкторов первичные лобные доли там у невротика там дефолтсистема то что у смешанного типа то есть у него получается и тот и тот отдел сразу первичен спасибо спасибо большое очень хороший вопрос значит ну я сразу должен оговориться что любой тест является просто ну каким-то инструментом да то есть к сожалению нет ни одного теста который ну как бы обработал бы надо иметь органические параметры да и я думаю что в очень скором времени мы получим нейрофизиологические корреляты которые будут нам показывать какие зоны мозга у данного человека являются ведущими если вы рассмотрите места локализации нервных клеток головном мозгу то вы обнаружите что это скопление значит есть самое большое скопление нервных клеток где? мозжечки ну вот это самая умная часть нашего мозга вот дальше есть два скопления один это кора головного мозга второе это подкорковые структуры это вот ядра которые там находятся значит они имеют отростки которые толкают как бы импульсацию от клеток ну к их адресатам да и понятно что у вас может быть ситуация при которой у вас корковые клетки более активно воздействует на нижние чем нижние на верхние у кого-то наоборот нижние которые активизируются на самом деле очень быстро да поэтому рефлекторы например это люди которые сканируют просто ситуацию мгновенно да ну вот а конструкторы это подождите мне надо подумать вот почему потому что подкорковые структуры реагируют первыми и если они активнее по своей как бы сказать потенциалу они бьют в кору и кора там дальше устраивает суету и безобразие вот поэтому идеально конечно пройти нейрофизиологическое тестирование после того как мы получим соответствующие нейрофизиологические корреляты да вот пока к сожалению вообще фмрт при всей ее прелести техника очень ограниченная да вот но мы надеемся что скоро тут много будет нас ждет революции значит это первое второе значит когда мы занимаемся вот тестировать с помощью троицы она делается каким образом значит первый тест который касается именно типов мышления определяет скорее то как вы обычно думаете и есть некие обычные паттерны для представителей разных типов смешанный тип это если у вас нету выраженного какого-то типа я должен сказать что это хорошо вот потому что если у вас какой-то тип конечно сильнее выражен то вам сложнее жить у меня как вы понимаете тоже один сильно выражен вот да почему потому что это конечно создает внутренний дисбаланс и человека толкает все время значит вот ворочить чего может быть уже бы силу посидел бы давно вот значит второе когда мы тестируем вот то что называется чувствами в тесте здесь используются клинические шкалы которые в большом очень долго многолетним исследования в области психиатрии говорят о том как поведенческий тип определенный проявляет или как он реагирует то есть здесь если вы достаточно честны для того чтобы ответить на эти вопросы правильно тут еще проблему состоит в том что вы можете думать тут я с одним сообщался с одним человеком конструктор конструктор такой вот и я говорю общительный кто это сказал он такой говорит общительный я говорю с кем общаешься хоть три у меня есть друга и мы раз в месяц скажем из них обязательно встречаемся ну все общительность нет и дальше его спрашивают вы общительный да и в этом смысле поскольку еще вот невротический способ думать вот центриски да он такой более социально приемлемый то часто люди хотят выбрать как бы то какими они хотят быть или то как они хотят про себя думать чем то как есть на самом деле поэтому я говорю что все тесты они в этом смысле имеют издержки но они поэтому вылитизируются долго проверяются там и так и плюс там есть еще дополнительные тесты которые в 3 и 4 3 замеряют условно говоря активность артикулярной формации я уже спрашиваю вот как определить какое у тебя шило надо вот там есть инструменты и шилы куда направлены потому что направленность шилы тоже имеет принципиальное значение да значит вот поэтому я ответил или а вот хороший вопрос значит знаете это же концептуализация да вообще вот что такое человек знаете ну вот платон в свое время с кем же он с диагеном спорил значит по поводу того что такое определение человека да вот и платон сказал что это двуногое животное голое двуногое животное если я сейчас ничего не путаю на что диаген а подкинул отщипал курицу и бросил ему значит платону на что платон глубокомысленно заметил с плоскими ногтями значит ну вот мы можем таких определений надавать массу но к сожалению мы ни в какую конфигурацию не схватим человека целиком для того чтобы схватить этот феномен нам надо его много раз порезать мы можем например его порезать с точки зрения анатомии что делает платон прямоходячий там и так далее и так далее будет куча характеристик которые будет его анатомически отличать от других животных мы можем его раздел как бы например культурный и некультурный то что дикарь это уже не человек в том виде в котором мы думаем про человека да он тоже будет разрез да мы можем видеть разных представителей разных культур и так далее то есть мы можем делать кучу срезов можем делать например можно но не обязательно вот значит если говорить про расчетный алгоритм который работает в тесте то когда вы заполняете первый тест на мысли а потом на чувства итоговый результат который вы получаете это суммация двух тестов то есть это как бы уточненное то что вы получили в первом тесте поэтому в первом тесте набирают смешанный тип но потом они получают радикал ну значит мышление в большей степени то которое будет соответствовать данному радикалу ну и поведение соответственно спасибо дорогие друзья так как у нас время ограничено а журналащих задает вопрос очень много давайте работать в формате короткий вопрос короткие это вы не сказали они не виноваты что я не могу остановиться очень короткий вопрос скажите пожалуйста как выстроить отношения двумя творческим людям рефлектора чтобы не свести друг друга с ума спасибо вот короче вопросов сложно было мне придумать это правда делайте мне вопросы делайте вот я значит мы сейчас проводим исследование мы пытаемся понять как вообще люди с разными типами мышления и вот с разными радикалами как они друг с другом уживаются то есть условно говоря если вы имеете какую-то производственную команду то у вас должно быть какое-то сочетание представителей разных типов которые один способен держать проект в голове и понимать суть того что они делают другой должен не упаскать детали а третий должен предавать им так сказать чтобы не было скучно вот и я перехожу к вопросам рефлекторов вот это же про них я только что говорил да вот вам друг другу не скучно понимаете вот это это то что является положительным результатом вашего 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 команды вот конечно она будет вас терзать потому что вы оба хотите к себе внимание вам обоим важно чтобы вокруг вас все как-то двигалось вот и дальше вот вы или найдете эту траекторию когда две планеты будут двигаться друг на другу с плотной уверенности что они двигаются ну как бы в общем станции вот получится если нет то ну как бы будете так просто жиренько с битьем с как это не убранятся только тешатся вот это как бы значительной части из этого репертуара мы не созданы ни для счастливой жизни вот ни для счастливого брака ни для счастливого родительства ну как бы ну просто не для счастливой работы ну просто ну уже вот если кто-то создан прошу поднять руку мы вас так сказать возьмем на эксперименты вот ну правда ну как бы жизнь сложная штука да вот и но мы же должны оценить ее за то что мы как бы положительного получаем от нее а не за то что ну как бы она тяжела ну знаете ну она ну так да нам повезло родиться теперь отрабатывайте ну если вы просто можете из этого максимального количества какого-то аутентичность что это значит и как человеку прийти к этой своей аутентичности и еще мой вопрос что сформировало наше мышление ну что вот такой аутентичность да значит ну аутентичность я не думаю что возможно какую-то об идентичности говорите да то есть когда вы ощущаете вот как бы свою ну ну кто вы да вот и это понятие идентичности то есть вот что вас как бы определяет да значит у меня есть книжка называется складка времени вот и в ней есть три критерия времени в котором мы оказались значит последний критерий фальсификация мышления нам кажется что мы думаем на самом деле мы пользуемся фальсификатами второй средний это от нехватка нехватки нам не хватает энергии для того чтобы достаточно хотеть для того чтобы что-то менялось и первое это отсутствие идентичности мы все с вами одинаковые нам кажется только что мы разные но на самом деле если вы просто внимательно подумаете мы реально абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые стали мы пользуемся одними и теми же мобильными приложениями сидим в одни и те же социальных сетях мы спроизводим одни и те же паттерны поведения там и так далее люди завели молодые люди города и все пошли в города обходить да вот там я не знаю ну у девушек тоже там моды что-то они там это придумали они сразу это все и так далее вот мы вошли во время когда вот прикажемся с разнообразием и предельно как бы не уникальны нас просто это культура это масс-медийная среда она нас просто штампует как бы сказать как это такой мощнейший совершенно у нас же мозги прокомпостированы просто вот меняются какие-то внешние формы структуры нет поэтому сказать кто мы такие сейчас невозможно понимаете почему нету героев сейчас были герои ну так думали по крайней мере они были да сейчас почему не возникают герои ну потому что все одинаковые понимаете нету будет какой-нибудь псих маленький бегать то есть покорить европу забегать в москву жечь мебель ну как бы мы так сказать идентифицировали герои да вот а сейчас ну кто куда побежит ему там сразу на подходе так сказать все ответит и привет и добегался вот поэтому мы сейчас живем вот в такое очень гомогенное время вот и причем во всем мире все больше и больше это увеличивается потому что раньше хоть культурные были какие-то особенности вот поэтому это первый вопрос второй вопрос я даже не знаю про что вы меня спрашиваете тоже в какой-то точке в жизни не было и я просто всю дорогу упорно компенсирую недостатки наличие недостатков хорошая вещь вот ну и я читать не мог до восьми лет писать у меня дислексия и дисграфия и прочая вся какая только возможность я вам сейчас автограф оставляю и будете знать что это такое вот да ну как бы еще у меня большого труда вот ну память у меня вообще никакой нет я стихотворение не могу выучить я три выучил по-моему за жизнь это был подвиг это не то чтобы я их не учил я их просто не мог запомнить особенности мозга такие но когда у тебя такая особенность мозга тебе надо каким-то другим способом компенсировать этот дефект поэтому наличие дефектов в целом это неплохой вызов для того чтобы натренировать что-то я грамотно пишу пальцами на клавиату я не знаю где какая буквы находится но у меня центр речи хорошо соединен с двигательной корой которые энергируют пальцы а этот как его глаза с центром речи не соединены я вот пишу кока-кока какая кокорова понимаете я не знаю не понимаю но не видно мне а пальцы выучили все нормально все как это на компьютере быстро напишу смс буду думать понимаете поэтому будет дефекты есть будете компенсировать а если все хорошо у вас страдает хоть какая справедливость должна быть да сейчас уже здесь мы вряд ли поймем из-за чего это произошло ну то есть у детей бывает такое что какая-то ситуация вызывает просто инстинктивный рефлекторно страх вот ну как бы не предсказание не предугадываемо и дальше он фиксируется и даже и ратинирует я здесь вам консультацию не дам но лучше использовать поведенческие техники которые постепенно уменьшают страх контакт с водой сначала надо научиться не бояться сидеть в ванной без воды потом научиться сидеть в ванной когда вода течет потом после этого посидели и ушли уже дальше и постепенно просто шаг за шагом приближаться к той ситуации с меньшим уровнем эмоционального напряжения то есть если то есть вот теперь надо этот стимул разобрать на элементы и каждый из этих элементов пройти отдельно спокойно и после этого он сможет вернуться к нормальному функционеру мы не знаем предлагаю эксперименты не существует если у ребенка есть страх просто спокойно с шаг за шагом с небольшим приближением понимаете вы и главное ни в коем случае сами не демонстрируйте никакой паники потому что вы то паникуете что он паникует а он то не понимает чего паникуете он просто видит она в панике и вода ну все уберите их андрей Владимирович я начинаю еще более многопед скажите пожалуйста как отнять у ребенка гаджет если он уже его не отдает да ну значит я могу пошутить если говорить серьезно то если вы хотите чтобы вашего ребенка не формировалась такого навыка вы прежде всего сами должны отказаться от каждого ну вот это не сложно есть настольные компьютеры в которых можно открыть приложение если вам необходимо поддерживать с кем-то связь общаться с помощью веб-версии мобильных приложений и просто телефона не должно быть в квартире ну вот если у телефона нет в квартире то ну то есть он в квартире есть но как бы никто его ребенок не видит ребенок воспроизводит наше с вами поведение если мы с вами бесконечно сами сидим в телефоне что вы хотите от этого несчастного существа не отдает я вот сейчас подойду у вас вы мне что скажете я скажу вредно отдавай блогер тут нашлась все закончили так и ставьте песочные часы но все так уберите телефон понимаете невозможно у ребенка отобрать то чего у него нету понимаете ну что ну ну в общем так продолжаем разговор сколько ну значит есть есть статистика собственно говоря значит когда стало происходить падение креативности вот потому что мы с вами сейчас стали на самом деле дико не креативными мы не тренируем свое воображение дети значительно больше в объеме это делали раньше и так далее вот и если считать что это было начало восьмидесятых если это считать начало восьмидесятых то экранное время сейчас мы говорим про западные страны тогда там появилась 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 телевидение как это капельное телевидение вот и информация сразу ушат вот значит и там было и вот на этом по пороге после этого идет хуже значит этот порог было четыре часа экранного времени значит я хочу чтобы вы понимаете что такое экранное время экранное время это все ваше взаимодействие с экранами неважно это телевизор компьютер там и так далее и так далее и так далее как вы понимаете у нас работа сейчас она предполагает там уже такое количество экранного времени что я не забавлюсь ну вот поэтому ну если честно отвечать я думаю четыре часа это то что было бы для мозга органично спасибо большое друзья я понимаю что у вас очень много вопросов но сейчас будут последние вопросы очень ограничены еще завтра будет презентация где-то знаете 2 да 2 здравствуйте Андрей Владимирович представитель молодого поколения инстаграма здесь вот у меня такой вопрос достаточно актуально для моего поколения сейчас популярная такая тема НЛП наверное лингвистическое программирование вот именно в молодежных кругах вот кратко ваше отношение так уважительно или негативно к этому вы относитесь ну это просто увлечение на самом деле она появилась достаточно давно она появилась я думаю это конец 70-х был собственно я знал одного из основателей Гриндера приезжал в России был еще это был 93-й год еще да он приезжал я там консультировал у нас пациентов ну в клинике психиатрии медицинской академии вот ну это была обычная такая психотерапевтическая школа в которой есть набор механик ну вот которые как-то объясняют если говорить про это чуть более как бы ну вот так досмысленно там ну две ключевые технологии одна это то что они взяли Милтона Эриксена как такого кудесника в психотерапии часто случаются кудесники которые лечат наложением рук ну вот просто к ним такая степень доверия и так далее а он еще был я с палочкой хожу я конечно предвожу впечатление а тот вообще выкатался к своим пациентам на инвалидной коляске и начинал каким-то голосом вот и те впадали в транс и в общем да ну эту методику значит взяли и взяли просто бихевиоральные условно-рефлекторные реакции потому что там то же самое якорение это что такое это создание условного рефлекса вот но просто все это настолько смешно с точки зрения функциональности вот ну то есть его значение вот эффективность этих методик она просто сильно-сильно преувеличена вот ну я бы просто относился к это как набору психотехник действительно есть разные психотехники вот и ну часто они называются психотерапией вот ну на мой взгляд психотерапия что-то другое сейчас вот переиздадут будет как раз книжка не пересдать не пересдали еще сколько ну вот этот системной поведенческой психотерапии такую толстую книжку как любит со сносками кто очень любит у меня сноскими специальность книги вагон что вот вот да вот видите ну вот да значит вот ну вот там рассказывать что такое психотерапия ну вот о психотехниках может быть сколько угодно ну как можно вот сейчас я вам скажу замкнуть руки в кулак понимаете и скажу что сейчас секундочку напрягитесь сейчас не сможете разомкнуть и пять процентов из здесь сидящих не сможет разомкнуть ну обычная психотехника в общем социальное давление то есть это десятый и в общем гипнабельность определили вот поэтому ну ничего сверхъестественного я